Всем привет! Вы на канале Цветочки и Лепесточки. Бизнес удовольствия! И сегодня у нас очередной видеоролик, посвященный тюльпанам. В этом видеоролике я расскажу, как я выхожу из ситуации, когда нужно поменять раствор в гидропонных лотках, но нет такой возможности. Расскажу, как я выхожу из этой ситуации, а также я расскажу, какой конкретно я раствор навожу, какими удобрениями я пользуюсь, и какую концентрацию я сейчас держу, и чем я эту концентрацию меряю, и, кстати, где я покупал этот прибор. Так что смотрим до конца, я постараюсь сегодня дать побольше полезной и нужной информации. Ну все, погнали, погнали! Итак, после посадки прошло определенное количество времени, и, конечно же, уже пора менять раствор в лотках. Но лично я раствор в лотках не меняю, потому что у меня, смотрите, в теплице очень большой уклон, у меня вот палеты стоят такими ступеньками, но все равно они стоят довольно-таки неровно, хоть я и пытался их там выровнять по уровню, все равно они стоят немножко где-то наискосок, не совсем по уровню, и поэтому под каждым, практически под каждым лотком у меня лежат вот такие вот деревяшечки, щепочки. Каждый лоток вот у меня выровнен за счет вот этих вот таких моих подложек. И если я, смотрите, начну сливать воду с лотка, подниму лоток, то есть, соответственно, все мои вот эти щепки, все мои подложки, они просто разлетятся, а на это выравнивание я трачу, на самом деле, очень большое время, я даже еще не все выровнял, поэтому у меня нет возможности поменять воду в каждом лотке. Я просто обильно доливаю. Я беру шланг и прохожу первое время, первые две недели, я их доливаю очень сильно, то есть, как следует, прям проливаю, проливаю. Сейчас я возьму лейку, покажу, я для наглядности просто покажу лейкой, а на самом деле я хожу со шлангом. Вот я вот так вот проливаю, получается чуть ли не полный лоток, и каждый-каждый лоток, вот я хожу со шлангом, первое время просто делаю такой обильный водообмен, водозамену, пока в теплице, для теплицы влажность не так критична, и пока еще теплицу полегче протопить и избавиться от этой влажности, я вот как следует, как следует, вот каждый-каждый день просто проливаю, водозамещаю, делаю водозамещение, и, соответственно, эту гадость, которую я бы вылил бы, избавился от нее путем сливания лотков, я просто это делаю путем водозамещения. Но, конечно же, если у вас есть возможность слить лоток, то, естественно, нужно лотки сливать. Это будет намного эффективнее, и вы не будете такую сырость наводить. Но у меня не получится, конечно, все это слить, поэтому я просто-просто как следует, как следует буду проливать прям каждый-каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Как я меняю воду в своих лотках, я вам показал. Теперь давайте поговорим уже о растворе. Как он наводится, как меряется концентрация, какие удобрения я использую. Смотрите, в первую очередь вам для гидропоники, для наведения раствора понадобится кондуктометр. Без него, ну просто никак, это вообще прям в первую очередь нужно приобрести кондуктометр. Я покупал кондуктометр на сайте Моем Город, вот пожалуйста. Я не советую вам покупать на сайте Алиэкспресс, потому что там, ну, немножко другого качества, конечно, товар. То есть именно кондуктометры там, конечно, дешевле, соответственно, но может попасться хрень, конечно, полная. Поэтому я вам не рекомендую заказывать на Алиэкспресс. Вот сайт Моем Город, вот там я покупал. Там многие мои знакомые покупали, кто выращивает огромное количество, там больше миллиона однозначно покупали. Вот именно на этом сайте у меня кондуктометр СОМ-80, или вот, пожалуйста. Но он стоит, да, вот цена, пожалуйста, можно посмотреть. Можно, в принципе, любой другой играл, главное, чтобы он измерял электропроводность. Так вот, заказываем кондуктометр, а теперь давайте будем наводить удобрение. Давайте сейчас в бочку нальем воды и будем засыпать удобрение. Подать воду в бочку. Бочка у нас набралась, теперь давайте готовить этот фантастический гидропонный раствор, на котором растут все тюльпаны. Для этого вам понадобится только кальциевая селитра. Кто-то еще добавляет и кальциевую селитру, лично я, и не только я, выращиваю тюльпаны, выгоняю только на кальциевые селитры. Просто засыпаем в бочку, не надо там мудрить, не надо там в ведре, не знаю, элементарно это делается. Засыпается в бочку. Вы уже будете на глаз потом понимать, сколько вам нужно сыпать, это исходя от вашей изначальной электропроводности вашей воды. Вот вы на глаз чуть-чуть насыпали, помешали, кондуктометром померили. Мало, пожалуйста, еще добавили, помешали, еще померили. Укореняю я тюльпаны, концентрация кондуктометра, электропроводность раствора должна составлять 1,2-1,4. 1200-1400, если вам так удобно. Сейчас давайте помешаем и посмотрим, что будет показывать кондуктометр. Итак, воду мы налили, удобрения мы все размешали. Давайте посмотрим, как оно растворилось и растворилось ли полностью. Все нормально. Удобрение растворилось, теперь давайте проведем замер электропроводности. Включаем кондуктометр и опускаем его в раствор. 1,4, видите? Элементарно, никаких сложностей, никаких секретов. Просто засыпаем кальциевую селитру, наводим раствор, мешаем, замеряем 1,4 и доливаем в лотки. Естественно, эту концентрацию нужно потом будет изменить в процессе выгонки. Она будет подниматься постепенно. Объясняется все довольно-таки просто. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста. Смотрите, как делаю я, рассказываю. Повышаю в теплице температуру, соответственно, повышаю концентрацию в бочке. Тюльпан, а почему именно так? Потому что тюльпан начинает быстрее расти с повышением температуры. И питательных веществ, соответственно, им нужно больше. Поэтому концентрацию раствора мы повышаем. Подняли температуру в теплице, подняли концентрацию в бочке. Подняли еще температуру в теплице, еще слегка прибавили концентрацию в бочке. Итак, мы доходим с 1,2 до 1,4 до 2, доходим до 2, но в бочке мы, соответственно, наводим всегда больше, чем концентрация, которая нам нужна в лотках, потому что, смотрите, нужно нам на определенном этапе развития держать в лотках 1,6, в бочке, соответственно, мы наводим либо 2, либо 2,5, это вы опытным путем определите, потому что концентрация в лотках начинает падать, допустим, нужно держать 1,6, она упала до 1,4, и вам нужно ее поднять, соответственно, вы не можете в лотках там навести 1,6, вам нужно навести больше, потому что вы доливаете немножко, чтобы подразбавить, то есть более концентрированный, вы всегда в бочке делаете более концентрированный раствор, чем он находится у вас в лотках, и за счет разбавления концентрации получается, как бы, и мы выходим на 1,6 там условно, если нам нужно 1,6, так что имейте в виду, чтобы держать, поддерживать нужную концентрацию в лотках, в бочке нам нужно наводить всегда побольше, и это очень просто и легко устанавливается опытным путем, попробовали, долили, померили, то есть постоянно ходим с кондуктометром и измеряем, измеряем концентрацию раствора в лотках, ничего сложного, ничего сложного Да, действительно, ничего сложного в этом нету, так что, друзья мои, переходите на гидропонику, покупайте лотки, у меня, кстати, они закончились, в продаже уже нет, поэтому и не предлагаю, ну, много где есть возможности купить, много где они продаются, так что покупайте лотки, следите за концентрацией, просто наводите раствор, заливаете, Хватит уже таскать эти ящики, хватит таскать этот неподъемный, там, песок, не знаю, эти почвосмеси неподъемные, попускать, тем более их в подвалы, там, в гараже это таскать, гидропоника настолько удобна, просто нужно купить кондуктометр, кольцевую селитру, ну и, соответственно, вода Все, наводим раствор и ходим, меряем концентрацию А, кстати, ящики, вот у меня есть в продаже такие ящики, лотков нету, есть ящики 300-350 рублей Доливаю я свои лотки, после того, как пройдут уже две недели таких моих обильных водозамещений, там, водообмена Уже потом, раз в день, втрачу на это не больше часа и доливаю я уже потом лейкой, то есть, изначально я поливаю все это шлангом, когда тюльпан начинает расти, вот по моим таким вот узеньким вот тропинкам, это, кстати, еще здесь широкая тропинка Тяжело таскать шланг, он ломает, бьет тюльпан, тем более у меня вот ящики, лотки стоят не в ящиках, если бы они были в ящиках, то, может быть, было бы немножко поудобнее Хожу с лейкой, но ничего страшного в этом нету, доливаю не так много, вот даже вот на мой объем, там, вот 80-85 тысяч, еще не отсадился, точно не знаю То есть, я трачу максимум час, но не так много, то есть, хожу по чуть-чуть, в каждый лоток по чуть-чуть, то есть, стараешься, чтобы лишняя вода не вытекала То есть, по чуть-чуть доливаешь и... О, кстати, луковица кверху ногами Луковицу я перевернул, так сказать, спас ее Ну все, друзья мои, надеюсь, этот видеоролик для вас был полезен Если есть еще какие-то вопросы, пишите в комментариях, стараюсь ответить на каждый комментарий Если что, луковицы вы знаете, где покупать Пишите, всегда на связи Ну все, всем пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok